Интересные факты. Элитные девушки по вызову отличаются от обычных не только своими сладкими речами и манерами, но и высокой ценой за оказание услуг. Однако во все времена это не отпугивало ни философов, ни полководцев, ни политических деятелей, которые увлекались коммерческими сексуальными похождениями и воспевали потом имена жриц любви в своих дневниках и произведениях искусства. Представляем топ-10 самых дорогих жриц любви. Захиадихар. 1200 долларов за ночь. Визуально эта девица очень похожа на кукольную блондинку Барби. Игрушка для мужчин заводит по два спонсора в месяц, составляя им компанию целыми сутками, чтобы они не скучали. Лоридана Джоли. 2000 долларов за вечер. Носительница такой звездной фамилии тоже блистает на небосклоне Голливуда. По крайней мере, с Тайгером Вудсом ее видели многие. Много ли денег Лоридана накопила за свою карьеру? Это до сих пор неизвестно, ведь основную часть нажитого непосильным трудом она тратит на пластику. Джест Кассандра. 3000 долларов за вечер. Джест оказывает услуги элитного сопровождения, обслуживая только тех клиентов, которые ей сильно понравятся. В интернете она с радостью делится с почитателями ее таланта о том, что любит путешествовать и знакомиться с представителями элиты. Эшли Дюпре. 4300 долларов за вечер. Эшли стала известной благодаря скандалу, связанному с отставкой самого губернатора американского штата. Тогда она работала под псевдонимом Кристен и с легкостью смогла вскружить голову Элиоту Спитцеру. Их любовные свидания и послужили причиной отставки губернатора. Позорный и жадный до глаз желтой прессы. Мисс Майя Блу. 4500 долларов за вечер. Мисс раскрутила свой бизнес до невероятных высот. Она даже завела себе веб-сайт, опубликовав на нем ценник на услуги и фотографии. Очень организованная проститутка Майя Блу публикует там график поездок, назначая любовные встречи мужчинам по всему США. Ава Ксиан. 6500 долларов за вечер. Работа агентов по продаже недвижимости наскучила Аве, потому что девушка решила поработать еще и в качестве сопровождения для мужчин. Она оправдывает свою нынешнюю деятельность необходимостью проведения операции ее отцу. Но останавливаться на достигнутом, похоже, девушка совершенно не собирается. Натали МакЛенин. 16 тысяч долларов за вечер. Натали немногим ранее была самым элитным эскортом в Нью-Йорке. Она даже успела побывать на обложке Нью-Йорк, объявившего ее самой дорогостоящей обслугой в столице США. Правда, тогда набрала всего 2000 долларов в час. Лорен. 24 тысячи долларов за вечер. Лорен занимается подобной деятельностью анонимно, но желающие ласки и элитной любви могут найти ее на некоторых сайтах. Также эта проститутка популярна и на мужских форумах. Самые дорогие девушки в Каннах. 40 тысяч долларов за ночь. Целое море и океан проституток обитает на Каннском фестивале, несмотря на всю его культурность и светские манеры. Лучшие девочки в период соревнований могут заработать здесь по 40 тысяч долларов за ночь, выступая в качестве украшения мужчин в вип-клубах. Мишель Браун. 50 тысяч долларов за вечер. Мишель является руководителем престижного, если это слово подходит для этой темы, агентства, предлагающего девушек по вызову. Самая дорогая проститутка приложила руку к созданию знаменитой Хэйди Хляйс. Тайгер Вудс, знаменитый игрок в гольф и проказник, частенько пользуются услугами этого агентства.